Добрый вечер! Приветствую вас на Щелковском студии программы «Диалог». Я, Ирина Микеда, проведу для вас сегодня этот выпуск. Мы завершаем наш телесезон перед небольшими летними каникулами и делаем это по традиции с первыми лицами Щелковского муниципального района. Я с большой радостью и удовольствием представляю вам наших гостей. Надежда Владимировна Суровцева, глава Щелковского района, и Алексей Васильевич Валов, руководитель администрации Щелковского муниципального района. Добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Нашим зрителям напоминаю, что мы в прямом эфире, и нам можно позвонить по телефону 56-714-40-714-50. И также должна сказать, что на этих телефонах дежурят помощники, так что если ваш вопрос по какой-то причине не пробьется в эфир, все будет записано. И если вы оставите свои контактные данные, оставляйте обязательно, то ответ получите. Правильно? Получит ответ. Сто процентов. Не только ответ, но еще и реальные дела. Только контакты свои оставляйте, пожалуйста. Но прежде чем мы начнем наш разговор, я хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, один документ, который, если вы придете на прием к любому чиновнику, вы обязательно у него в кабинете увидите. Это семь принципов губернатора, которые, они краткие, я их напомню просто. Житель всегда прав, команда все, результат рулит, ничего личного, чуткая власть, перемены к лучшему и демократура. Это те семь принципов, которыми руководствуются все руководители муниципальной власти Московской области и, собственно, в рамках которых все просто. Почему руководители? Все чиновники в Московской области руководствуются. От регионального до муниципального уровня. О том, как Щелковский район руководствуется, мы будем говорить сегодня. Но, опять же, я хочу начать. Мы стараемся руководствоваться. А вот не с этого я хочу начать. Я хочу начать с события большого, которое произошло за последние дни одно, на которое нельзя было не обратить внимания, да, Надежда Владимировна Алексея Васильевича. Единый бал выпускников прошел. Я предлагаю посмотреть, как это было, и вам рассказать, вспомнить о том, как это было. Такого события еще в Щелковском районе не было. Это было впервые. Это было буквально в субботу. Картинка у нас на экране. Вы можете рассказывать, вспоминать, а то сейчас засмотритесь и что делать-то. Ну, вообще, честно говоря, хорошее воспоминание. Смотрите, вот это была задумка Надежды Владимировны. В принципе, я понимаю, у нее все время симбиоз мысли, она вышла из образования, она понимала, что для того, чтобы познакомить поближе людей, вот выпускников, и родителей, и педагогов, и директоров, как-то вот объединить в таком единопразличном порыве. И это было правильное ее предложение, которое мы вот воплотили. Я уверен, что Надежда Владимировна все-таки вот долго, так сказать, задумывала. И вот в этом году получилось. Получилось, Надежда Владимировна? Все так, как задумали? Ну, я продолжу. Ну, конечно. Задумка была, действительно, она была даже не в прошлом году, не в позапрошлом. Им очень хотелось сделать вот такое единое мероприятие. И когда мы с Алексеем Васильевичем на эту тему переговорили, я говорю, а здорово. Он говорит, да. И если вы помните, буквально год назад, как раз у вас здесь, в диалоге, в студии, мы пообещали зрителям, что это мероприятие реализуется. И очень хорошо, когда есть хорошие идеи, есть их исполнение. Впечатления хорошие. Ну, я, естественно, могу сказать, что можно всегда, такие мероприятия проводя, стремиться к лучшему. Самое главное, чтобы это мероприятие стало традиционным, и чтобы мы бы из раза в раз делали его все интереснее, интереснее, чтобы оно запоминалось для наших выпускников. Потому что что самое главное? Самое главное, чтобы наши дети, которые выходят из наших школ, обучались потом там, где они среднее, профессиональное, начальное или высшее образование, приходили к нам в район работать, организовывали семьи, рожали детей, приводили их в свои школы, где их учили и обучали их любимые учителя. И тогда, мне кажется, наш район будет процветать, потому что в родном доме не мусорят, в родном доме не дерутся, в родном доме все должно быть хорошо. Вот для этого, в принципе, организован был этот балл. Я думаю, что вы, в принципе, работаете для того, чтобы в родном доме было хорошо. Мне хотелось сказать славу благодарности тем людям, тем предпринимателям, которые профинансировали это мероприятие. Это Каракод Сальздабаевич, он откликнулся и сказал, я обязательно защищу средства для того, чтобы, безусловно, профинансировать. И в полном объеме профинансировано мероприятие. И, конечно же, вот то море улыбок, которое было на этом празднике, оно зависит в основном, конечно же, и от него тоже. Не только от Надежды Владимировны, от нашей скромной работы администрации, но и от тех людей, которые, безусловно, бескорыстно помогают этой радости, помогают этому празднику. Ура, дай Бог, не последний раз. Врядка полутора лет назад в рамках реформы местного самоуправления в полномочиях районной администрации были объединены функции исполнительного власти Щелковского района и городского поселения Щелково. Мы с вами каждый раз, встречаясь в эфире, в принципе, подводим промежуточные итоги. Но вот я думаю, что сегодня самое время очередной раз этот промежуточный итог подвести. Наверное, акцент мы будем делать, конечно, на то, что происходило за последние полгода, с тех пор, как мы с вами в этой студии не встречались. Но все-таки, насколько оправдан был этот шаг, насколько повысилась эффективность работы администрации, исполнительной власти после того, как администрация стала единой. Полтора года назад, напоминаю, это произошло в районе. В принципе, этап такой был очень заметный и серьезный. Ну, я думаю, вместе мы с Надеждой Владимировной придем к такому выводу и к такому результату, то, что здесь сейчас скажем, что мы преодолели стагнацию. Стагнацию во многих вопросах. Да, есть ошибки, есть проблемы. Мы понимаем, что надо время для того, чтобы их преодолеть. Но мы преодолели стагнацию развития городского посещения Щелкова. Оно начало развиваться. Мы смогли обеспечить достаточно финансирование, чтобы не через два года фокус дать, а буквально сразу же в этом году, когда в 15-м году, когда смогли дофинансировать все остатки там работ по нему и ввести его в эксплуатацию. Мы смогли начать благоустройство, масштабное благоустройство городского посещения Щелкова, благоустроили площадь Ленина, приняли благоустройство площади юности. Мы продолжаем эту работу теперь по улице Парковой, опять же, за счет бюджета. И многие вопросы, которые раньше уходили, средства на содержание администрации, на почему-то какой-то там пиар администрации, показ работы администрации. Ведь показ работы администрации не в том, что денег ложилось бюджета для того, чтобы это показывать. Просто чтобы люди проходили и видели, что же делается в городе, что же делается в районе. Сколько масштабных работ ведется по дорожному строительству, сколько масштабных работ ведется по всем, ну это районы касается, по всем социальным объектам. И сколько масштабных работ планируется на перспективу в городе. То есть, тот момент, когда мы начали эту работу с центра, вот в течение 10 лет, я так планирую, я раньше принял за 3 года работу сделать, но потом, когда увидел, что бюджет у нас, к сожалению, сильно разбалансирован, пришлось определенное время потратить на то, чтобы сбалансировать его, и городской бюджет позволяет эту работу вести. Позволяет. Поэтому в течение 10 лет, я думаю, город Щелку превратится в один из самых благоустроенных городов Подмосковья, если вот тот задел, который мы и сделали в данный момент, будет продолжаться дальше и дальше развиваться. И в этом вот большое спасибо и совету депутатов района, они поддерживают все эти начинания, и большое спасибо совету депутатов городского оппозиции Щелкова. Да, мы спорим, спорим и не скрываем друг от друга от того, что у нас есть разные точки зрения и разные подходы к решению этих вопросов, но спор рождается истина. И мы, в конце концов, подходим к такому результату, когда он будет для города, для жителей этого города и для жителей района самым приемлемым. Самое главное, Ирина, что не только развитие города Щелково, но и развитие всего Щелковского района. Ведь что, от чего мы ушли? Мы ушли от того, что, может быть, нерадивые, назовем так, чиновники, имели возможность перекладывать ответственность с одной головы на другую голову. Теперь такого нет. Это раз. Во-вторых, информация не искажается при передаче ее через многочисленные какие-то этапы. Эта информация проходит достаточно быстро, оперативно. Два совета депутатов городской и районной, вы знаете, они сейчас находятся в помещении на улице Советский, дом 48. То есть у нас вообще оперативная взаимосвязь в решении очень многих вопросов. И исполнительной власти. С одной стороны, тяжело, потому что, представляете, на одних и тех же людей возлагается исполнение бюджета и города, и района, а отчитываются они отдельно перед каждым советом депутатов. То есть, на самом деле, тяжело чиновнику на месте. Но, с другой стороны, есть определенное пространство для того, чтобы определенным образом маневрировать. Правильно? И решать вопросы, на которые не хватало средств районного бюджета, за счет перераспределения, грамотного, умного перераспределения городского бюджета. Спасибо. Я считаю, что это очень... Кстати говоря, многие программы мы бы никогда не вступили. Мне кажется, мы даже не задумывались бы о том, чтобы софинансировать районным бюджетом строительство того же самого моста. Правильно? На фабричный. Потому что просто средств бы не хватило. А городской бюджет себе может это позволить. Но они не могли войти в программу областную. И вот этот симбиоз, он дает толчок. И теперь все получается. Теперь все получается. Буквально сегодня было совещание, которое уже открыло дорогу. По мосту. По мосту, да. Ну и такой крупный инфраструктурный... Я сейчас вас про другое спрошу, но вы сначала про мост расскажите, потому что раз оно сегодня было, я еще об этом не знаю. Мы с Надеждой Владимировной всегда беседуем, что в принципе это будет прорыв у нас даже в здравоохранении. Несмотря что функцию у нас как бы и полномочия забрали по здравоохранению, но мы контролируем все вопросы, понимаем, как дальше работать для того, чтобы обеспечивать поднятие уровня здравоохранения. Это перинатальный центр, вы понимаете, да? Да мы с вами еще поговорим про перинатальный центр. Вы про мост расскажите, вы же про мост начали говорить. Про мост рассказываю. Я не знаю, как бы, откуда эта мысль пришла, но скорее всего оно было из схемы материального планирования, этот мост заложен был. Просто как всегда не было средств. Ну и так как не было средств, есть такое положенство Станислав Саныч, он переговорил с другом своим, с Иваном Ивановичем, нашим заслуженным строителем, по-моему. С Сергеем, да. Да, почетный житель района у нас тоже. И после того обратились на следующий уровень и дошли до губернатора. Соответственно, губернатор вопрос задавал не просто надо или не надо мост. Он с жителями разговаривал, нужен этот проект моста или не нужен проект моста. Потом мы прошли непростую процедуру согласования, соответственно, в ГУДХ и в Министерстве транспорта. И, соответственно, зампред, курирующий Иванов Петр Валерьевич с нами также проводил совещание. И пришли, да, и там мост нужен. Позволит нам разгрузить центральную часть города. Даже если на первоначальном этапе, когда мы запустим там по короткому пути через, опять же, через перекресток Заречный и через улицу Фабричный, через этот мост, с ними 10%. А если дальше пойдем, то у нас получается там до 25-30% мы снимем из центра города поток машин. Когда строить начнут? В следующем году. В этом году проектирование, привязка, проект. А вы, уважаемые телезрители, спрашиваете, почему нету? Потому что вот вам сейчас Алексей Васильевич рассказал, как все непросто. Мы сегодня встретились с собственниками земельных участков, которые стоят на трассе после моста. Соответственно, с каждым будем разговаривать. Это, опять же, определять независимо оценку выкупа земельных участков, выкупа строений, козловых кранов, которых поставили на будущей трассе. Они стоят, сидят и понимают, что так и будет. Это муниципальные нужды, и мы под муниципальные нужды выкупим все эти строения и землю и уберем козловые краны оттуда. Потому что трасса пойдет. И пойдет в двух направлениях. Сначала, говорю, она пойдет через перекресток Талсенская, Заречная и Пролетарский проспект. А дальше уже пойдет туда, через РТС, и будет поворачивать на Фрянское шоссе. То есть в двух местах пойдет. Это можно будет через центр города проекта, а можно будет уйти туда. Поэтому я и говорю, и прогнозирую о том, что процент через Калязево по второму мосту прохождения транспорта будет увеличиваться. Спасибо. Хорошие новости. Вот пришли, сегодня рассказали. А я хочу напомнить нашим телезрителям, что, во-первых, мы в прямом эфире, поэтому будем принимать периодически ваши звонки. Но также мы сегодня подводим итоги, как вы уже поняли. Поэтому периодически же будем напоминать вам о основных событиях, самых заметных, которые произошли за эти полгода. И которые Алексей Васильевич уже так с Надеждой Владимировной кратенько обрисовали. Но сейчас мы, наверное, вопрос послушаем, да, кто нам дозвонился в студию, чтобы долго не ждали. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый день. Слушаем. Здравствуйте. У меня вопрос с Алексеем Васильевичем, если возможно. По вопросу ЖКХ, вот некачественная вода, в связи с вопросом, очень острого стоит на улице Центральной. Много лет уже боремся с этой проблемой. К сожалению, не удается вам победить. Ну, вот вода, к сожалению, тут некачественная, примеси постоянные. Из-за этого уходит бытовая техника. И тогда хотелось бы попросить помощи, содействия в этом вопросе. Возможно ли... Вы мне этот вопрос задавали на встрече. Вы, по-моему, изенкевич, да? Извините, я не понял. Вы мне этот вопрос задавали на встрече, когда мы проводили встречу с жителем на Дальнем Воронке. Нет, нет. Это на улице Центральный дом 2, я вам писал. Ну, просто у меня вопрос уже не первый год, и я вам уже в администрацию писал. Хорошо. Я вам доложу, что мы на данный момент проводим сейчас ряд совещаний и разбираемся с нашим водоканалом, почему длительное время не промывались сети, и почему при промывке сетей не были закрыты дома. То есть не было связи с управляющей компанией. У вас кто управляющая компания? ДСЖКХ, конечно, так и называется. ДСЖКХ. Получается, что ДСЖКХ не связался с водоканалом, получил информацию о том, что будет промывка сетей, но при этом как бы не перекрыл вход на дома. И получился вброс этой муки. Мы строго разберемся с теми, кто это сделал, и на перспективу допускать не будем. Но в этом году будет массовая промывка всех сетей, в том числе и резервуаров на всех ВЗУ, и подготовка оборудования ВЗУ. Я думаю, что в течение месяца мы эту проблему снимем. Уверен, что проблему снимем. Я все-таки много адресов объезжал в свое время, где подобного рода проблема была. И там худо-бедно эта проблема разрешилась. И дальше будем работать в этом направлении. Спасибо за звонок. Ждем следующих. Вы, Алексей Васильевич, упомянули встречу, которая недавно прошла на Дальнем Воронке. Она прошла в здании нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Предлагаю напомнить, как открывался этот объект, которого долго ждали, и который уже используется, как мы видим, не только по спортивному назначению, но и встречу с жителями удалось там провести, потому что в этом районе больше ничего такого подходящего и нет. А теперь есть. Пожалуйста, ваши комментарии. Ваши воспоминания, скажем так. Очень приятные воспоминания. Вас слушают, слушают люди в эфире. Все-таки каждый спортивный объект, который мы открываем, он, несмотря на массу проблем при работе, когда его строим, он дает тот результат, который культивирует партия «Единая Россия». Это массовый спорт. И открыв этот объект, мы частично, будем говорить, выполнили проект «Единая Россия» по развитию массового спорта. Дай Бог, чтобы мы и дальше продолжали это каждые два года, два-три года открывать. Ирина Владимировна, тут упомянули вас практически, партии «Единая Россия». А я тоже член партии. А она руководитель. Она секретарь, но руководитель. А она руководитель. Ну ладно, я вмешаюсь в вас-то здесь, в руководителя, немножко в диалог. Дело в том, что, вы знаете, что хорошо, Ирина, когда мы смотрим открытие этого комплекса, я просто сегодня только встречалась там на спортивной площадке с молодежью. Ведь он идет как такое логическое завершение реконструкции парка. Реконструирован был парк. Очень хорошо сделал. Да, потом детский стадион наш тоже самый приобрел совершенно другой вид. И вот такое вот сейчас логическое окончание – это фок. Это первое. Второе, что мне очень нравится. Вот посмотрите, за время строительства этого фока, грубо говоря, я так скажу, поменялась власть. И исполнительная, и представительная. Но вы видите, в чем суть. Вот Единая Россия у власти. Но независимо от того, какие личности приходят, мы работаем для людей. Фок достроен. Правильно? В короткий промежуток времени. И сейчас в нем занимаются ребята. Вот это очень важно. Чтобы была преемственность. И чтобы самое главное – все делалось для людей. Спасибо. Ждем вопросов телезрителей. Ледовый. Мы его открыли чуть раньше. Чуть раньше, но тем не менее, тоже открыли. Конечно. Мы за полугодие. Мы за полугодие. Вот я, например… Идрей программы «Партии России» по развитию массового спорта. Вот все ли уже оценили, что у нас новая набережная появилась под названием «Набережная юности» с вашей подачей, кстати, скажем. В чем с моей подачей? С подачей будущего поколения. Хорошо. Пускай будет будущего поколения. Пускай будет настоящего поколения. И при утверждении наших ветеранов. Потому что они согласились, чтобы набережную назвали так. Да, вы у них спросили. Это было перед 9 мая. Совершенно верно. Мы с Надеждой Владимировичем сели, поговорили. Говорим, ну как вот назвать набережную? Ну вот назовем мы каким-то ее другим, более высоким названием. А давай назовем мы вот набережной юности, чтобы здесь, вот как Надежда Владимирович так говорит, здесь пускай люди как бы встречаются, люди влюбляются, люди женятся. Потом на этой набережной они будут гулять с своими детьми. А у нас же целый каскад, целый комплекс. Сначала набережная юности, потом набережная Серафима Саровского, а потом дальше пойдут и мост со временем, конечно же, сделаем. И над этим мы работаем плотно. И дальше площадь Ленина, потом пешеходная зона и парк, а потом тут и ФОК, и все, что... Картинку видите, как красиво, да? Абсолютно гармонично все будет. Картинку, смотрите, какая красивая. Это вот она, так. А вы знаете, Ирина, знаете, что вот это такое? Вот мы сегодня только с ребятами говорили, я говорю, вы видите, что город Щелково, он вот постепенно, но достаточно быстро приобретает облик хорошего, красивого такого европейского города. Потому что любой город, достойный город, там обязательно должна быть река, должна быть красивая набережная, где, ну, Алексей Васильевич сказал, что я люблю, когда там делают, когда там гуляют с детьми, или просто молодые люди, да или просто парочки очень мудрого возраста. Это очень здорово. И город приобретает именно такой современный достойный вид. Благодаря стараниям, как исполнительной власти, так и представительной власти и района, и города. Вот вы сказали, да, это начало, набережная одна, переходит в набережную вторую, мост старый, площадь сделали в прошлом году отлично, и сейчас масштабные работы начались на улице Парковой. Это будет вообще проект, ну, не знаю, проект века, как его назвать, никогда. В Щелково не было пешеходной зоны. Обустроена пешеходная зона, которая тоже, вот как Надежда Владимировна сказала, должна быть, как и набережная, но в любом, наверное, цивилизованном городе. Наш до сей поры не дотягивал, видимо, по статусу, но вот, хотелось сказать, власть поменялась, потом подумала, что это будет выглядеть слишком... Дотянули ее, слишком, да, дотянули, в общем, да, дотянули. Реконструкция Парковая, она началась, и за это лето преобразится, ну, я не знаю, вся или не вся, потянем мы всю-то, в общем-то. Работы такие начались масштабные, что я даже представить не могу, сколько вложить туда надо, и финансов, и сил в том числе. Смею немножко вас дополнить, Ирина Дмитриевна. Дело в том, что у нас власть не меняется. У нас власть, как бы, переходит из одного состояния в другое. Совершенно верно. У нас очень многие коллеги остались от прежней власти, и в 96% работают администрации, это щелковцы, и все больше и больше в них вот наблюдается неравнодушие. Они понимают, что вот это созидание делается не для галочки, не для показателя какого-то чиновника конкретного, а именно для людей. Поэтому мы много средств вкладываем в этот масштабный, как вы говорите, проект. Это опять же проект мы разбирали и на фракции «Единая Россия». Получили поддержку. Потом, соответственно, вынесли следующим элементом на общественное обсуждение. Получили общественную поддержку. Потом провели, соответствующим образом, собрание с привлечением всех. Мы приглашали все партии, приглашали все общественные организации для того, чтобы окончательно утвердиться. И вот проект партии «Единая Россия» поддержали все практически другие партии и, соответственно, общественные организации. После этого приступили уже к работе. А о чем вы спорили так долго? Спорили, знаете, по двум сторонам, предположим, нам делать пешеходную и велосипедную зону, или по одной стороне. На одной стороне оставлять только проезд автотранспорта, или на двух сторонах, и так далее. Но потом все-таки архитектурно-художественная мысль и логистическая мысль транспортной логистики, пешеходной логистики подсказала, что именно надо так делать этот проект. Для того, чтобы обеспечить и подъезды, и подходы, и самое главное, для чего мы создаем это пешеходное и велосипедное движение. Ну и рекреационные зоны по ходу всей вот этой зоны. По ходу всей этой пешеходной... Как она называется у нас? Улица пешеходная. Пешеходные улицы и велосипедные дорожки. А самое главное, Ирина, ты говоришь, спорим, но дело в том, что даже когда уже такое предпроектное было, да, просмотр, Алексей Васильевич, понимаете, вот опять есть перспектива какого развития? Вот есть пешеходная улица, и там можно устанавливать какие-то скульптурные группы. И вот на этой улице предусмотрены будут такие места. Потом в дальнейшем можно эту улицу изменять, совершенствовать, для того, чтобы опять же люди подходили, им было интересно не просто проехать, а интересно погулять по этой улице. Фасады домов будут отделываться определенным образом, чтобы все в одном ключе звучало. И чтобы страна, как говорится, знала своих героев, надо сказать, что автор проекта архитектор Алексей Воробьев. Наш, наш, наш. Щелковский. Щелковский, да. Спасибо. У нас звонок телезрителей на линии. И давайте послушаем, потом продолжим знакомиться с событиями, вспоминать. А мы слушаем пока. Кто нам дозвонился, здравствуйте. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Я вам звоню из Бахчеванджи. Я звоню из Бахчеванджи. Богом забытое селение. У нас есть такой скверик. Его убирается. Щелково. Там никто ничего не убирает. Горы мусора, детская площадка. Не сидеть. У нас больше негде места отдыхать. Но там невозможно. Щелковский. Сейчас я узнаю, Щелковский, 41-й. Это Щелково, 4. Я понимаю, что вы говорите. Да, да, да. Улица одна Беляева. Этот скверик, он напротив станции находится. Там рядом детская площадка. Играть невозможно. Одни алкоголики, бутылки, бумажки. Это ужас какой-то. Спасибо, поняли вас. Смотрите, сейчас у нас идет масштабное планирование в плане развития военных городков. В том числе и на Бахчеванджи будет выйти достаточное количество средств для того, чтобы максимум работы выполнить. Это на Чкаловском будет, Бахчеванджи, Новый городок Медвежоозерска, сельское поселение и Монина. Масштабный там, конечно, проект будет Монина. Монина-то очень здорово. Но, тем не менее, говорим про Бахчеванджи. Я уверен, что мы туда не раз выезжали и принимали решение по вывозу массы мусора с этого скверика, так называемого. Но там земля Министерства обороны. И мы стараемся это делать из небюджетных средств. Тем не менее, если есть такой посыл, завтра опять выйду, разберусь и подчистим. А если такое состояние делать, то извините, пожалуйста. Наведем порядок. Спасибо, звоните нам еще. Ждем звонков, продолжаем разговор о том... Собственно, вот сейчас хочу перейти к теме, которая еще не закончена, которая все лето будет продолжаться. Предлагаю поговорить о ремонте дорог. Сегодня иду в обеденный перерыв домой. Улицы Шмидта закатали наконец-то в асфальт одну полосу. Через пару часов возвращаюсь, даже меньше, наверное. Закатали уже обе полосы улицы Шмидта в районе площади Ленина. Это, в общем-то, давно ждали. И это радует. Это вот как один пример. Другие примеры сейчас появятся на экране. А вас попрошу рассказать о том, какие масштабы работы в этом году. Вы говорили, что эти масштабы, они больше, чем в прошлом. Это несмотря на то, что кризис-то экономический нас все равно не отпускает. Ну, это брать по процентам отношения, если вот 13-й год получалось, что у нас там порядка 50 тысяч квадратных метров было асфальтировано. 14-й год порядка 70 тысяч квадратных метров. 15-й год 136 тысяч квадратных метров. И в этом году мы асфальтируем порядка 160-180 квадратных метров. Да плюс еще губернатор сейчас вот озвучил на ВКС о том, что улица Центральная будет делать до конца. Еще и тротуар слева, там, где выщербанная плитка, будет замена. То есть, ну, под 200 тысяч в этом году вытянем квадратных метров по всем дорогам и тротуарам. Конечно, очень много проблем. Внутридворовые территории в большинстве своем нуждаются не только в ямочном, но и в капитальном ремонте. Спланировали большое количество и дворовых территорий, и большое количество средств на благоустройство этих дворовых территорий. И если брать по процентам отношений, 10% каждый год, то в течение, опять же говоря, 10 лет все дворовые территории будут иметь благоприятный, опрятный и благоустроенный вид со всеми элементами, которые предусмотрены при благоустройстве. Я уже, как бы, говорил перспективу о том, что будет происходить у нас в районе, в городе, в плане городского хозяйства. И вот такая долгосрочная перспектива появилась у нас, реально опирающаяся на финансирование всех источников, год назад. Год назад уже губернатор принял такое решение, обязательное к исполнению всеми органами и муниципалитетами, и мы пойдем по этому пути. А самое главное, Ирина, понимаешь, вот когда есть единая команда, команда, которую возглавляет губернатор Московской области, ставятся приоритетные задачи. Вот сейчас для всех глав муниципальных образований, вообще для всего руководства, всех муниципалитетов поставлена задача привести все дороги в надлежащее состояние. Правильно, Алексей Васильевич? Да. Причем мониторинг идет очень жесткий. Здесь безотносительно личности, губернатор лично каждый вторник ставит вопросы и требует решения. А сроки-то ставятся? Естественно, естественные сроки ставятся. Конечно, когда дороги десятилетиями не ремонтировались, невозможно в один год привести их в надлежащее состояние. Но сейчас, уже встречаясь с жителями, мы, наверное, тоже вот как депутатский корпус часто встречаемся, жители отмечают, что, во-первых, дороги стали ремонтироваться больше, а во-вторых, вот даже, ну я пример приведу, едем, допустим, с мужем, он говорит, ну конечно, вот эту бы яму, ну допустим, там пять лет назад, дай бог бы, если бы к осени начали только ремонтировать, а сейчас только тепло стало и уже начали проводить ямочный ремонт. Это значит, поставленная задача, контроль и хорошие исполнители грамотные. А то, что говорит Алексей Васильевич, ведь еще и при проведении конкурсов экономятся средства, которые опять же пускают на ремонт тех же самых дорог, и поэтому увеличивается количество выполненных работ. Насчет контроля. Алексей Васильевич обещал, что очень жестко, да? Мы выезжаем, да, мне по соцсетям показывают, что им тоже, я сам выезжаю, и они, специалисты, выезжают, проверяем температуру, толщину укладки асфальта, совершенство укладки асфальта, технологию соблюдает или не соблюдает укладки асфальта. Но при таком контроле, я думаю, он свои пять лет выходит. Спасибо. Я так весьма, наверное, дерзко позволила себе вас прервать, когда вы начали рассказывать про перинатальный центр. А все-таки хотелось бы в плане строительства социальных объектов продолжить эту тему и про перинатальный центр, и про то, что еще в районе строится. Все знают, что вы детские садики вот со дня на день уже будете сдавать, что они почти готовы. Расскажите, пожалуйста, про социальные объекты, которые вот сейчас на ходу, и когда... Смотрите, по всем социальным объектам мы, конечно, произвели широкополитические и общественные обсуждения. Я на партии, на полицовете партии «Единая Россия» докладывал о том, какие мы планируем детские садики построить, какие мы планируем школы построить. Но мы тогда только планировали, соответственно, полицовет меня одобрил, или как он называется, высший совет, по-моему, да? Нет, у нас полицовет. Полицовет, да, меня одобрил, и мы, соответственно, уже с Надеждой Владимировной начали работать над тем, чтобы это превратилось как бы в реальные дела. Обратились в соответствующие инстанции, вошли в программу, провели софинансирование всех необходимых процедур, связанных с торгами по ПСД, по привязке участков и так далее. И, в принципе, вышли на результат, когда у нас, ну, минимум три садика в год уже начало сдаваться. А в этом году подожмем еще наших инвесторов, те, которые по инвестиционным картакам должны все-таки закрывать садики. И дай бог, ну, пять-шесть садиков получится в этом году. Первые садики мы должны были сдать уже давно. Но так получилось, что много мы потеряли времени на то, чтобы привязаться к участкам и выносить инженерные сети, которые проходили по этим участкам. Мы, получается, и на новом городке перенесли детский садик на другое место. И по Первому Советскому переулку перевели на другое место. Ну, а вот по Медвежим озерам в течение, ну, недели-двух уже будем сдавать. А по остальным, то, что от частных инвесторов, Анечка, 100% через месяц уже тоже самое будет сдача. Потапова, ну, там поджимать будем, поджимать будем инвестора. Гребнева тоже самое будем поджимать инвестора. И еще один детский садик у нас, это микрорайон Гагаринский, обещает в 2017 году ждать. Ну, тоже будем поджимать инвестора, потому что микрорайон уже расстроился. Мы понимаем, что такое показатели. Программы, которые мы должны выполнить, тоже будем поджимать, чтобы к концу этого года они вышли на сдачу. Ну, Анечка вот и вообще уже там... Ну, Анечка немножко осталась, да, молодцы. Вот Су-22 прям проснулись они в этом плане, долго спали. Надежда Владимировна, как у нас, ну, очередь-то мы ликвидировали, да, в общем и целом. А вот когда эти садики сдадутся, какую проблему мы еще сможем решить? Люди смогут более свободно выбирать тот садик, в который идти или что? Вы поймите только одно. Вот смотрите, допустим, Алексей Васильевич сейчас сказал несколько детских садов, такие как микрорайон Гагаринский, Анечка. Это те микрорайоны, где заселились и заселяются дома, туда приезжают новые жители и сказать, что там ликвидирована очередь полностью мы не можем, ну, то есть она вот актуальная, постоянно будет добавляться. Поэтому это немножко разгрузит ближайшие сады и жители, ведь для детского садика что еще важно? Чтобы мы ребенка повели в пешеходной доступности в том дворе, где мы живем, должен быть детский садик близко, а не так, чтобы мы на автобусах возили ребеночка. Вот, поэтому эти детские сады разгрузят ближайшие и позволят жителям тех микрорайонов, таких как Анечково, тоже новый микрорайон, который должен иметь свой детский сад во дворе. Понимаете? Вот, Медвежие озера. Ведь новый городок был построен без детского сада, и там тоже жители требовали детский сад. Такой же детский сад нужен и в самих Медвежьих озерах, где была застройка Мортоном в то время, когда эти дома сдавались. Поэтому это вот решит вопрос обеспечения тех микрорайонов, которые есть. А вот с Первый Советский переулок здесь у нас немножко разгрузятся ближайшие сады, потому что детский садик, который был снесен, он был гораздо меньшей наполняемости, чем тот, который строится. Мортон, вспомнили? Нет, ну вот я должен еще дополнить все-таки про школу. Это была непростая работа, я считаю, всех звеньев нашей власти. А самое главное решение губернатора Андрея Юрьевича Рабьева по строительству школы солнечной и перестройке Медвежьей озерской школы. У нас есть проблемы, конечно, по 11-й школе, там инвестор у нас немножко начинает тупить. У нас есть проблемы по Жигавловской школе, где инвестор мечется, потому что это за счет инвестиционного контракта. Но основная идея, которую мы закладываем взаимодействие с ними, это не шагу назад, только вперед. Пристройка к 16-й тоже самая. Пристройка к 16-й школе, тоже сам инвестор, но он там, правда, на длительный период пытается оттянуть. Но мы с ним разговариваем и говорим, что сейчас после того, как 1 января изменится закон, и у тебя будет в основном капитале минимум 150 миллионов, трать, пожалуйста, строй школу. В любом случае, ведем такой не предметный диалог, а такой наступательный порыв на всех инвесторов. Смотря на тяжкие времена в экономике, как нам говорят, что Россия должна давно уже была рухнуть, а мы не падаем, мы поднимаемся и работаем, работаем, работаем для того, чтобы выполнить все наказы наших жителей, наказы избирателей, наказы граждан, которые проживают под Москвой, в частности в Щелковском муниципальном районе. Кстати говоря, Ирина, вот здесь вот можно добавить, вот смотри, если мы будем говорить, ну, предыдущие выборы у нас были в 2011 году, я имею в виду такие масштабные в плане области депутатов мы избирали, да? Потом мы избирали губернатора, местную власть, и мы как, ну, я сейчас говорю, вот партия «Единая Россия», мы формировали программу. И вот когда мы взяли в этом году программу партии и посмотрели на нашем местном уровне, что мы обещали людям? Вы знаете, нам есть о чем говорить, потому что программа был занесен, но новый роддом был занесен, перинатальный центр великолепный, да, уже заканчивается строительство. Была программа партийная детские сады детям, и детские сады у нас строятся с нарастающим, как правильно сказал Алексей Васильевич, итогом, то есть у нас каждый год открывается все больше и больше детских садов. Говорим о том, что вторую смену все-таки в школах начнем ликвидировать. В прошлом году две школы сдали, сейчас ведутся работы и будет заложено, я думаю, да, в этом году, в Солнечном и Медвежьих озерах. То есть мы реально выполняем. Говорили о том, что дороги должны, да, и дорогами занимаемся. То есть нам есть, о чем говорить, больное место, мы уже его коснулись, в городе Щелково. Будут решаться вопросы благоустройства, решаться вопросы, поверьте мне, это в ближайший период будет, ну, я не знаю, год-два-три, мы решим, закроем эти вопросы благоустройства троих территорий. У нас самый главный вопрос – это транспортная логистика города Щелково. Это то, что нас немножечко вот так вот запирает. А по Щелковскому району, конечно, дублер Щелчка, да, это вот одни из таких глобальных, вот в которых нам нужна будет помощь, обязательная помощь областных и депутатов. Мы смотрим, как вертолет доставлял оборудование на крышу перинатального центра, да, думаю, вот вы про дороги говорите, на вертолете хоть летай. Мы все-таки дождемся дублера Щелковского. Вы знаете, у нас вертолетные площадки есть в городе Щелково и в районе. Дождемся Щелковского шоссе дублера, и все-таки, наверное, будем ездить доступным транспортом. Но вертолет, вот, да, помогает. Понимаете, это не мечта. Это реальность. Это не мечта, это реальность. Вот то, что сказала уважаемая Надежда Владимировна, период стагнации какой-то небольшой закончился. Теперь только движение вперед. И мы пойдем по этому пути и будем двигаться вперед. А самое главное, что у нас есть конкретика. Мы можем конкретно называть адреса, объекты и так далее. И Надежда Владимировна не добавила еще в программе «Дель на России» был и массовый спорт, и доп. образование. Да. У нас вообще и по массовому спорту поднялось сейчас процент, и по доп. образованию. И по массовому спорту у нас есть как бы мысли о том, чтобы Первый Советский переулок, эту казарму, после того, как расселим ее, превратить, я считаю, в оазис. Такой центр, да? Центр дополнительного образования. Центр доп. образования. И физического, и культурного, и, ну, вот все там сконцентрируем для того, чтобы Макс... Столько у нас с Алексеем Васильевичем идей, вот нам бы еще чуть-чуть побольше. Мы еще не заканчиваем. Чистенько встречаемся, мы фантазируем немножко, но, тем не менее, это не фантазия, это предпосылка к тому, чтобы все это вложить в план. Сейчас, подождите, вы фантазировать? Нет, пока фантазировать, пока нужно подготовиться к вопросу зрителей. Нам звонят люди, мы в прямом эфире работаем, хотят вам задать вопрос, который они, я надеюсь, не нафантазировали. Мы слушаем вас, здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вопрос, кто до нас дозвонился. Слушаем, не слышим. Алло. Да, слышим. Здравствуйте. 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 Всем добрый вечер. Слушаю внимательно очень вашу передачу. И вот Надежда Владимировна вскользь упомянула о школе солнечном. Но вот точных цифр мы не услышали, все-таки хочется конкретики. Мы так устали уже от забитости второй школы, от той ситуации, которая сложилась. И конкретных дат постоянно что-то отодвигается, что-то там, какие-то слухи, какие-то домыслы. Хотелось бы все-таки услышать конкретные даты и что, когда и во сколько, как говорится. Пожалуйста, Алексей Васильевич поконкретнее скажет все-таки по дату. Дело в том, что, смотрите, у нас было не то, что мы оттягивали вопрос, чтобы довести до вас информацию. Просто мы перепроектировали проект, уже имеющийся, под типовой. Такое требование. Для того, чтобы унифицировать финансирование этого объекта, необходимо было перейти на типовой проект. Эта работа закончилась. Сейчас идет интенсивная привязка к земельному участку. 1 сентября 2017 года первоклассники и другие классы пойдут в эту школу. Спасибо, уважаемые гости. Я хочу предложить вам на пару минут прерваться на полезную рекламу. А после, во второй части нашего эфира, мы поговорим о летней оздоровительной кампании. Наверное, коснемся еще вопросов ЖКХ. И поговорим еще о праймере с многократно упомянутой здесь «Единой России». Так что далеко не уходите. Через пару-тройку минут мы вернемся в студию и продолжим наш диалог. Возвращаемся в студию прямого эфира. Это программа «Диалог». Спасибо, что остались с нами. Я напоминаю, в гостях у нас сегодня глава Щелковского муниципального района Надежда Суровцева, руководитель администрации Щелковского района Алексей Валов. Мы говорим о… да, разном мы говорим, в общем-то, подводим итоги в некотором роде за полгода и отвечаем на вопросы телезрителей. У нас есть звонок, давайте его послушаем, как вы на это смотрите. Слушаем, здравствуйте. Кто нам дозвонился? Здравствуйте. Алло. Вот, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Слушаем, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Слушаем? Спасибо большое. Здравствуйте, добрый вечер. Очень рада вас слышать, видеть всех. Подскажите, пожалуйста, а когда будет закончена реконструкция старого моста в городе Щелково? И еще один вопрос, пожалуйста, а когда начнут строить школу в Жигалово? Вот. Спасибо за вопросы. Кто ответит? Алексей Васильевич собрал. Мы с Надеждой Владимировной неоднократно разговаривали про этот старый мост. И Надежда Владимировна предлагала мне через суд забрать его в муниципалитет. Но я предполагал и пытался доказать ту теорию, что все конструкции моста на данный момент у собственника. И мы не сможем за счет бюджета этот объект достроить или реконструировать. Буквально две недели назад я встречался с новым собственником, который заходит на Щелковский рынок, который заходит на комбинат бытового обслуживания. И одним из условий сотрудничества я сказал, вы должны быстро построить нам мост. Потому что он очень важен для нас. Потому что является связующим звеном все пешеходные зоны. Они сказали, что на данный момент процедура эта уже идет. И готовы к тому, чтобы через суд этот мост забирать для реконструкции. Потому что проект по нему есть. Я говорю, основная часть конструкции есть. И надо только приступать работать с каким-то источником финансирования, который для них предполагается из банка. Вот. Это я проговорил. Второй вопрос. Вторая часть вопроса. Жигалова школа. Школа Жигаловская. Буквально две недели назад провели крайние совещания для того, чтобы определиться, где же все-таки будет земельный участок, на котором будет строиться школа. И откуда взять средства для того, чтобы не только на стадии проектирования и нулевого цикла, но и построить его полностью. То же самое. Проговорили, договорились с инвесторами. На данный момент готовим документы для всех трех застройщиков для того, чтобы вынести в генплан и помочь застройщикам выйти на свои объекты. И после этого софинансирование из трех источников позволит нам достроить и дорогу, и построить школу. То есть мы там решим вопрос и с транспортной инфраструктурой, и, соответственно, построим социальный объект. Но не раньше, чем через два года. Я это не обещаю, сразу говорю. Если в Солнечном мы сдадим 1 сентября 2017 года, то там 1 сентября 2018 года не раньше. Вот такой мой ответ. Это реально. Спасибо. Мост. Моя любимая тема. Какой хороший ответ на такой хороший вопрос. Спасибо. Ждем звонков телезрителей. А я хочу немножко с наших городских районных дел перейти к немножко политике. Можно, Надежда Владимировна? Нужно, конечно. Я хочу напомнить, что 22 мая прошли в России праймерис, Единой России, в Щелковском районе тоже. И попросить вас, собственно, подвести итоги, результаты, чего мы достигли в результате этого голосования предварительного по кандидатурам. Ну и, собственно, как мы выглядим на фоне других, наверное. И что будет дальше с этими результатами? Дело в том, что дальше с этими результатами все уже произошло, потому что, вот вы знаете, партийный съезд, он как раз вот в эти дни проходил в Манеже, в Москве. И он уже определил кандидатов в Государственную Думу и определил тех, кто будет возглавлять от партии Единой России региональный список и список в Госдуму. Да, праймерис был по выборам в Госдуму и в областную. Я просто, да, сейчас коснусь, может быть, кто-то из жителей не коснулся этого вопроса. Дело в том, что у нас 18 сентября будут проходить выборы. Выборы в Московскую областную Думу и выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Естественно, что партия Единая Россия определяла тех, кто может являться кандидатами на этих выборах. И она единственная и первая из всех партий. Уже давно, кстати говоря, это не первый год, мы проводим процедуру предварительного голосования. То есть на любых выборах своих кандидатов мы выбираем по процедуре предварительного голосования. Но вот так масштабно, как этот раз, эта процедура проходила впервые. По всей Российской Федерации, но, естественно, в Щелковском районе в том числе. И нужно сказать, если подвоить итоги по России, разные регионы по-разному, но где-то практически 9% населения, независимо от их партийной принадлежности, пришли на счетные участки и выразили свое мнение за того или иного кандидата. Кроме этого, кандидаты провели очень большую работу и прошли определенный отбор, потому что им нужно было зарегистрироваться, им нужно было пройти процедуру дебатов. Так вот, в Московской области участниками предварительного голосования стали почти 900 человек. Это 202 человека претендовали на роль кандидатов в депутаты Государственной Думы и 676 человек на роль кандидатов в депутаты Московской областной думы. Это не только были члены партии «Единая Россия», это были сторонники партии, это были представители Общероссийского народного фронта и у нас тоже на территории Щелковского района. Людям были предоставлены условия для выражения своего мнения, и вот у нас в Щелковском районе по трем нашим избирательным округам Московскую областную дому, это Балашихинский округ, Ногинский округ и Пушкинский округ определились, мы будем так говорить, те, кто набрал наибольшее количество голосов. В Балашихинском округе это наш действующий депутат Шапкин Владимир Николаевич. Я думаю, что в Щелковском районе его знают очень хорошо, он набрал самое большое количество голосов. Если мы говорим о депутатах Госдумы, это Кононов Владимир Михайлович, с которым мы познакомились не так давно, но он очень достойно показался на территории Щелковского района и свою работу. Также Ногинский округ это Иван Николаевич Жуков, действующий депутат Московской областной думы. И вы знаете, я не знаю, как Алексей Васильевич, мне было очень приятно, что в рамках подготовки к праймерис мы познакомились с замечательной нашей фигуристкой Ириной Эдуардовой Слуцкой, которая на территории нашего Щелковского района, она, наверное, еще только входит в политику, но настолько энергичный, настолько светлый человек, который хочет принести добро и максимум пользы в этот мир. Поэтому вот она по Пушкинскому округу как бы будет баллотироваться в Московскую областную думу. Работа была проведена очень большая. И вы знаете, тот, кто не идет вперед, того не критикуют. Вообще, Единая Россия, да, действительно партия власти. Я всегда говорю, да, мы партия власти. Мы отвечаем за то, что строятся фоки, детские сады, ремонтируются дороги, строятся перинатальные центры, делаются пешеходные зоны и набережные. И в то же время мы отвечаем за то, что немножко негладко идет реформа в системе ЖКХ, что, наверное, нам большего хотелось бы от реформы в системе здравоохранения. Но все решить сразу нельзя. А я считаю, что партия Единая Россия, находясь у власти, поскольку большее количество депутатов, даже во всех советах депутатов Щелковского района, это представители партии Единая Россия, и так же, как и в Московской областной думе, и в Государственной думе, очень достойно показала себя и в рамках законов, которые принимали на уровне Госдумы Московской областной думы, и в рамках их применения. Ну, не знаю, можно поподробнее, конечно, о Праймерис, потому что сами мы, Алексей Васильевич и я, мы проехали, посмотрели, людей приходило очень много, люди действительно активно голосовали. И если брать по нашим округам, немножко меньше процент был в городе Щелково, порядка где-то 7 процентов. Пушкинский округ, если брать, там больше 12 процентов населения пришли на счетные участки. И Балашихинский округ, около 9 процентов, пришли на счетные участки и выразили свое мнение. Независимо от погоды, от дождя, который был. Спасибо. А я отвечаю за то, чтобы дать телезрителям возможность задать вам вопросы. Давайте послушаем. Добрый вечер. Слушаем, кто нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот беспокоит вас из микрорайона города Щелково, когда наконец решится вопрос с двойными платежками от управляющих компаний? Спасибо вам за вопрос. Ну вот и дождались. Микрорайон-то какой? Заречный какой? Заречный. Где у нас главная проблема с двойными платежками? Да, у нас и. Вот и дождались мы вопроса ЖКХ. Я всегда вот, когда разговариваю с людьми и на встречах, и когда проводим массовые собрания, встречи, всегда извиняюсь за это, что вот так происходит. Но надо было разрывать порочный круг по управляющим компаниям, потому что каждая управляющая компания была кому-то аффилирована. Неважно, я не буду называть этих людей. Они сейчас на данный момент в какой-то степени уже отошли, затаились и поняли, что дальнейшая перспектива пытаться управлять финансами в управляющих компаниях бесполезна. В любом случае пройдет еще определенное время, мы выйдем на тот прозрачный уровень, когда люди будут видеть, куда деваются их деньги. Буквально в течение короткого времени мы сформируем график встреч жителей с управляющими компаниями. Там будет присутствовать администрация, представитель совета квартирных домов, участковые обязательно, где люди смогут глаза в глаза сдавать тем управляющим компаниям, которые работают на этом рынке, куда не девают средства. Я обещаю в этом году эту работу начать, укрепить, и на перспективу она будет мерилом оценки тех управляющих компаний, которые работают на рынке управления на квартирных домах. Почему появились злые платежки? Ситуация банальна. Лицензиры не прошли, раньше у них были на управлении на квартирные дома. Не пройдя лицензир, нельзя выпускать платежку, потому что ресурсно-набжающие организации не заключают с тобой договор. Тем не менее, данные платежки пошли. Работают правоохранительные органы. Сколько они будут работать, я не знаю. Но во всяком случае, мы совместно с государственной инспекцией понимаем, что к этим управляющим, которые выпускают двойные платежки, будут приняты самые строгие решительные меры, в том числе и судебного порядка, для расторжения с ними деятельности. Они все равно рано или поздно уйдут и не будут служить тем людям, которые считают, что они их создали и должны незаконно отчислять часть финансовых средств. Это очень больной вопрос. Это практически фурункул в теле образовался, и операбельным путем пришлось его удалять. Я еще раз прошу прощения у тех жителей, которые потеряли время, которые идут в Мособлгирц и разбираются, почему опять пришли платежки с нарушениями. Да, лицеприятный процесс и вопрос для меня, лично для меня, а тем более вы теряете свое время. Но мы должны навести порядок, и мы его наведем. Те, кто упускает двойные платежки, рано или поздно, я сказал, будут привлечены или к уголовной, или к судебной ответственности с последующим возмещением тех средств, которые они пытались изъять у населения, не пропустив их и не расщепив их для того, чтобы оплатить ресурсоснабжающей организации. Но мы ситуацию по ресурсам сейчас немножко выровняли, и по сравнению с прошлыми годами она управляемая. То есть ресурсоснабжающей организации без угрозы отключения работают. Спасибо. А у нас следующий вопрос на линии. Мы слушаем. Здравствуйте. Кто нам дозвонился? Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Хотел бы мой вопрос на самом деле тоже к платежкам двойным. Обратил внимание на такую ситуацию, что когда в отдельных частях города разгораются споры между управляющими компаниями, то сразу начинается большая какая-то в соцсетях компания, и начинаются митинги, за которыми, как правило, стоят одни и те же люди. И вот хотел спросить, не считаете ли вы, что проблема двойных платежек между управляющими компаниями споры возникает не просто так, и что эти проблемы касаются не только коммерческих интересов, но и являются поводом для отдельных партий, например, политических, КПРФ, вот с Еременцевой, заниматься МПРом и формировать у жителей негативное отношение к власти в преддверии выборов предстоящих. Хотел бы узнать ваше мнение по этому вопросу. Спасибо. О как. Спасибо за вопрос. Я вот еще раз говорю, не хотел называть ни фамилии, ничего, и называть не буду, говорить в общем. Но вы помните, какой коллапс пытались устроить перед Новым годом мусоровозящие компании. У них не закончился контракт. Они должны были работать. Вдруг появляется письмо от нашей депутата, от нашего депутата Московской областной думы, от партии КПРФ, губернатору, что ситуация как бы неуправляемая, и тут же начинает коллапс с вывозом мусора. Мы понимали, что на Новый год много будет сверхнормативного ТБО и КГН. И после Нового года, так как люди отдыхают, будет много сверхнормативного ТБО и КГН. И ситуация была подобрана таким образом, чтобы показать, что мы не в состоянии работать и решать такие немедленно возникшие проблемы. Но мы же решили. Мы все вывезли, убрали. В течение какого-то времени определенного вошли в систему уборки. И дальше продолжаем наращивать эту систему в степени управления. И уверен, что зайдут такие компании, мусорозависимые, которые не будут какую-то политическую идеологию исповедовать. Опять же, управляющие компании, которые на рынке, на квартирах и домах работают. Стоит только появляться главным платежкам от одной или другой управляющей компании, тут же появляется политический лозунг. Что администрация не справляется с работой и этот политический флаг несет, будем говорить, тот же самый депутат Московской областной думы. Зачем? Почему люди не должны жить спокойно? Почему люди не должны жить по закону? Зачем применять свой депутатский потенциал для того, чтобы людей разводить по разной стороны баряка? Для чего беспокойства в души вводить? Может быть, хватит? Давайте жить в спокойном городе, в спокойном районе, где все по закону будут платить коммунальные платежи, а, соответственно, Московский гирс будет их расщеплять. Я предполагаю, что, конечно же, это какой-то определенный предвыборный пиар, чтобы подсказать людям, что ситуация неуправляемая. Но многие люди, которые раньше думали, что эта ситуация не скоро будет управляться, увидели, что она все-таки управляется. Но есть большие проблемы и недостатки в работе Московского гирс. Поэтому мы в очередной раз там, ну не мы, область поменяла очередного руководителя, и дальше будем работать над тем, чтобы и там ситуацию выровнять. Но использовать ее, я говорю еще раз, под политическим флагом, в политических целях, это абсолютно недостойно, это грязно, это подло по отношению к своим людям. Ирина, я хотела бы, знаешь, здесь добавить следующее, что я же не даром сказала, что мы ответственны, да? Поскольку, ну, партия власти ответственна за все. Но самое интересное, что ведь вот когда говорят, сегодня просто я с молодежью встречалась, и молодежь задавала очень интересный вопрос, они молодцы. И как раз коснулись и политики. Говорят, ну, конечно, вы же партия власти, поэтому вот вы можете. Извините, но у нас точно так же, как и в Совете депутатов, у руководства Совета до этого в голове стоял представитель совершенно другой партии, КПРФ. И если он считает, что механизмы у представительной власти есть, почему не использовать их тогда в полную силу? И когда ты видишь, что люди заточены только на то, чтобы критиковать и дестабилизировать, понимаете? Ну, давайте объективными быть. Давайте вместе возьмемся за руки и поможем, правда? Потому что критиковать, дестабилизировать и раскачивать ситуацию, ну, у нас есть очень много примеров, где ничего, к ничему хорошему это не привело. Правильно? Ни в одном, ни в государстве, ни в отдельно взятых муниципалитетах. Мы за сотрудничество с любыми партиями, если это идет на пользу общему делу и жителям нашего Щелковского района. Пожалуйста, с любыми партиями мы сотрудничаем. Но дестабилизировать ситуацию, ну, наверное, не будем позволять. Я вот послушала вас, да, и тоже так попыталась проанализировать, действительно, вот возникает очаг. Да, тут же одни и те же представители. Другой очаг следствия. Вспомнилась поговорка, кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет, тот ищет причину. Совершенно верно. Хочешь работать созидательно, ищешь возможность. Что мы, собственно, и видим, и о чем мы сегодня... Вы извините, у нас сегодня прямой диалог, и он, знаете, как можно сказать, прямой и откровенный диалог. Когда мы с Алексеем Васильевичем спорили по старому мосту, он мне говорит, когда я приходила, говорил, давай, может, мы его выкупим. Но людям надо, когда по понтонному здесь, простите, съезжали чуть ли не на пятой точке все граждане. А потом, когда я пришла в Совет депутатов, и мне задают вопросы люди, которые, простите, были у руководства тогда, представительной власти, когда этот мост перешел в частные руки, хотелось задать вопрос. Ребята, у вас что, вы повзрослели, поумнели, помудрели, и теперь задаете вопросы? Почему вы тогда не приняли решение грамотное? Мы сейчас принимаем в той ситуации, в которой мы находимся, и стараемся эту ситуацию выровнять, вырулить, и сделать так, чтобы было хорошо. И с управляющими компаниями. Вы поймите, мы сейчас находимся в системе вообще перестройки взгляда на управление многоквартирными домами. Я когда задаюсь вопросом, допустим, капитального ремонта, к нам приходят жители, говорят, мой дом не ремонтировался в 50 лет. Я начинаю отсчитывать, сколько партии Единой России лет? В 4 раза меньше. Сколько вообще у нас России как таковая существует? Россия существует. Тоже определенное количество лет меньше. А остальной-то период, ребята, давайте задам вопрос вам. Есть определенный промежуток времени, через который должен быть капитальный ремонт. Значит, он не делался и так, да? Понимаете? То есть нужно просто немножко сидеть и задумываться, думать. Вот прерву вас, потому что у нас звонки есть. Зрители... Вопрос согласен. Да я понимаю, конечно. Я сам-то видел. Я сижу и слушаю. И не знаю, как мне это заслушалось прямо. Я даже не вправе прерывать, но придется. Мы слушаем звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Я живу в городе Щелково в Верхнем Потапово. У меня такой вопрос. Есть ли какой-нибудь срок ремонта дороги? Стоим ли мы вообще на очереди по ремонту дороги? В частности, улица Маяковского и Новопоселковая. Есть ли вообще она в планах? Там только ямочный ремонт. Там только ямочный ремонт? Да. К сожалению, я вам только... Вот я только что сказал, вы, наверное, прослушали. Мы идем от центра к окраинам. Тем не менее, вот улица Милиараторов, она не ремонтировалась лет, наверное, уже 25-30. В этом году ее отремонтировали. Вы обращайтесь. Мы выйдем на место, как бы дополнительное обращение, оно же не помешает вам, а нам поможет принять решение на следующий год. Выйдем, посмотрим, отдефектуем, вставим в программу и отремонтируем. Ну, еще я хотела бы дополнить, что все-таки жителям надо в том числе обращаться как к восполнительной власти, так и к своим депутатам, которые по этим округам, потому что депутаты, да, Алексей Васильевич, они очень тоже четко отстаивают интересы своих округов, и они, как бы, общаясь с населением, говорят, вы знаете, вот, допустим, администрация запланировала вот эту дорогу, они говорят, нет, вот это может еще чуть-чуть подождать, а вот здесь надо делать в первую очередь. И эти планы, они меняются. Совершенно верно. В том числе и по благоустройству депутаты, как бы принимают основное решение, куда выделить средства для того, чтобы в воровой территории благоустроить. А если не дорабатывает депутат, то будет так, как вот на днях на Дальнем Воронке, да, во время встречи выяснилось, что многие вопросы можно было бы снять, если бы депутат городской, да? Да, поработал бы там, а он, оказывается, там просто не появляется. Хороший мальчик блокировался, депутат от Единой России, ну, люди вот его не выбрали. Юра Данилов не прошел, к сожалению. Вот так прекрасно, я сколько раз с ним встречался, он мне так нравится, он такой неравнодушный, но его почему-то не выбрали. Он сейчас, Алексеевич, он сейчас член общественной палаты Московской области. Ну, все равно, мне обидно. Мне тоже очень не обидно, причем разница, знаете, вот как говорят, что на выборах они. Там разница была в 12 голосов, в 12 голосов на предыдущих выборах. Он меня просто терзал, он приходил ко мне и терзал, вот это надо, вот то надо. Сейчас он ушел, тишина в том микрорайоне. Поэтому, знаете, надо думать, когда мы приходим, когда мы выбираем, вот, кто-то обещает и критикует, а кто-то просто приходит, делает, и мы видим реальные плоды. Вот надо как-то немножко включать. Спасибо. Я предлагаю, вот нам еще одну добрую тему поднять, хорошую, которую мне очень нравится, летний отдых детей. Надежда Владимировна очень любит эту тему, Алексей Васильевич. У нас два лагеря в этом году открылись, летних, это такие стационарные, которые, сколько школьных, я даже и не знаю. 23 у нас. Тоже много. Скажите, пожалуйста, об особенностях этой оздоровительной кампании этого года. Что интересного? Посмотрите, Надежда Владимировна начала эту программу, создав детский оздоровительный лагерь «Ресная сказка». Как только я сюда пришел, мы познакомились, все как есть, рассказываю, познакомились, Надежда Владимировна выбрали главой и, соответственно, она сразу начала меня потанцировать на то, чтобы мы еще и второй лагерь открыли. Сейчас потанцировать, чтобы третий лагерь нашли. То есть у нас, я думаю, тут симбиоз, который нужен не только нам двоим, но и людям, а в первую очередь, конечно, подрастающему поколению и детям. И позволим себе как бы отчитаться то, что второй лагерь сделали и сейчас, может быть, на третий выйдем. Надежда Владимировна, расскажите про те, что имеются. Дело в том, что, смотрите, летняя оздоровительная компания, давайте начнем с того, что Совет депутатов принимает бюджет. Так вот, в бюджете этого года на летнюю оздоровительную компанию мы выделили на 6 миллионов больше, чем в предыдущем году. То есть в этом году из Щелковского района было выделено 15 миллионов рублей. Чуть больше 9 было выделено Щелковскому району из бюджета Московской области. В рамках оздоровительной компании были закуплены путевки в Крым. И дети наши поехали в Крым. Вот, работают два лагеря, причем они уже отработали первую смену. Неоднократно, Алексей Васильевич, неоднократно я с депутатами посещали один и другой лагерь. Мы посмотрели, что там действительно детям комфортно, безопасно, удобно. И что эти лагеря, самое главное, востребованы полностью на все три смены. Почему, когда спросили мы, и нам на очередном совещании отчитали, что космонавт перестал работать, я так на ушко говорю, Алексей Васильевич, брать надо. Смотрю на следующий день, мы же теперь, если даже не встречаемся, видим в инстаграме, где каждый из нас, Алексей Васильевич, уже в космонавте, смотрит, какое состояние лагеря. Почему? Потому что и космонавт будет востребован. Я вам говорю, как бабушка, как родитель, что лагерь... Чтобы вы не перехватили. Что касается космонавта, об этом же еще не все знают. Об этом вот, ну, было в соцсетях написано, об этом мы в новостях передали, но, тем не менее, про него знают далеко не все. О том, что вы нашли, да, лагерь, который, если юноармеец долго восстанавливает, пришлось строить и много денег инвесторских туда в том числе вкладывать. Нет, Ирина, знаешь, с чего надо начать? Что юноармеец, к сожалению, был упущен в тот момент, и его просто, безобразно, за три года привели в негодное состояние. Ну, конечно, когда мы использовали... Уничтожили. И поэтому сейчас, поскольку Алексей Васильевич знает, насколько сложно было восстановить юноармеец и привлечь инвесторов, поэтому сейчас мы пытаемся превентивно действовать и говорить, ребята, вы же, пожалуйста, отдайте лучше в руки детям. Вот, да, давайте посмотрим. У нас есть несколько картинок, видео. Откуда он вообще появился-то? Как вы его нашли? Как вы узнали о том, что... Как это... Подожди, как это мы его нашли? Ежегодно в районе создается Координационный совет. Но он же не был районный. Подождите, ежегодно создается Координационный совет. И правительство Московской области очень четко спрашивается представителя Координационного совета не только за муниципальные лагеря, и за все ведомственные лагеря, которые открываются на территории Щелковского района. Лагерь Космонавт, он открылся и, вернее, всегда работал на территории Щелковского района, но был ведомственной принадлежностью ФСКН, по-моему, да? Это служба контроля за оборотом наркотиков. Вот. Сейчас произошли структуры в связи с тем, что у нас теперь национальная гвардия, у нас ФСКН перешли под Министерство внутренних дел. И поэтому это не целевые активы, они могут каким-то образом уйти с целевого назначения. Мы здесь пытаемся эту ситуацию перехватить. Все, везде написали с Надеждой Владимировной, поэтому ждем ответа. И вот если в течение месяца ответа не будет, значит, поедем к губернатору. Просить его, чтобы уже от него пошел. А мы готовы на все уровни выходить. Нам они просто необходимы. Мы понимаем важность летнего отдыха, важность здравительного периода, поэтому будем делать все возможное, чтобы этот лагерь забрать. Я немножко по цифрам. Вот смотри, Ирина. У нас получается, что школьного возраста, школьного возраста в районе порядка 20 тысяч детей. Да? Ну, где-то там плюс-минус. Сколько у нас отдохнуло за первую смену? 270 юно-армейцы, 151 в лесной сказке и 1431 человек в лагерях с дневным пребыванием. То есть мы где-то набираем порядка около 2 тысяч. Это получается одна десятая часть от 20 тысяч деток. Вы же учительник. Математики. Я не математики, физики. Но я приблизительно говорю... Ирина, десятая часть. А я думаю, что летом, летним организованным отдыхом, когда родители не беспокоятся, чем накормили его ребенка, когда безопасно, а это самое главное. Мы, простите, даже до случаев в Карелии проехали все и посмотрели, и мы за это несем персональную ответственность за безопасность в наших деток в лагерях, должен быть охват гораздо больше. Ну, хотя бы 20-30 процентов. А для этого нам нужны еще базы. Ну, и школы. Они же все-таки предназначены для того, чтобы деток там обучать. Невозможно там, чтобы процесс был круглогодичный. Немножко нужно и на ремонт этих учреждений их останавливать. Правильно? Я уже во сне видел этот космонавт, что он у нас находится. Ну, значит, будет. Не знаю, значит, вот будет. Я думаю, что будет. Значит, будет. Вот загадайте себе мечту такую. Уже во сне проснулся и сказал все. Мы пожелаем, чтобы он исполнил. Ну, постараюсь, Владимир. Космонавт наш. Ну, в любом случае, мы с Надеждой Владимировой работаем. С таким-то названием, да он просто обязан быть нашим. Ну, да, да. Согласен. Представьте, у нас лесная сказка, юный армеец и космонавт. Так здорово будет. У нас нет пока, видимо, звонков зрителей, а эфир-то не резиновый. У меня еще пара вопросов есть. Можно я вам задам эти пару-тройку-тире вопросов? Не знаю, правда, кому этот вопрос задать. А вопрос хочу задать о ситуации на Загорянке с властью. Недавно там местный совет депутатов отстранил от работы руководителя администрации Ольгу Решетину. Вот может кто-то сказать, объяснить, что там происходит на Загорянке? Чувствую, ей так не везет. Это Загорянке с властями. Смотрите, скорее всего, не то, что не везет, а скорее всего, моя недоработка, то, что мы не подобрали достойную кандидатуру и назначили Ольгу Решетину. Член День России. У нас партия нормальная в этом плане. И симбиоз как бы должности для каждого человека состояние сделать. Я, соответственно, все свои претензии высказал Надежда Владимировна. Она провела ряд заседаний, так как является коридором полицей от Единой России. И мы приняли решение, ее, в том числе, и общественная палата там поработала достаточно, и приняли решение, ее должны снять. Дальше уже как бы работала Надежда Владимировна, потому что все-таки это член партии, и пришли к результату, потому что на данный момент она как бы ушла на больничный. Я помню, что по рейтингам Цыгарянка у нас где-то всегда внизу-внизу, есть же рейтинг с населением. Нет, Ирина, понимаешь, здесь вот посмотри, даже без рейтинга. Вот когда мы встречаемся с населением, сейчас очень хорошо, губернатор, он как бы очень хорошие посылы дает нам, и мы с ноября месяца вообще выезжаем во все поселения, регулярно встречаемся с населением. Это первое. Личные встречи есть, личный прием, люди обращаются, в социальных сетях. И мы увидели, что в Загорянке, самое главное, ведь не персонали, допустим, там, Ольга Аркадьевна, Иван Иванович, Семен Семенович, просто жители, они стали недовольны той властью, которая там есть. Выехала общественная палата. Она год там работала, с лета. Я просто говорю о чем? Потому что возникли вот такие очаги того, что жители говорят, нам не нравится, у нас то не так, это не так, это грязно, здесь не проводятся работы. Поэтому обратили на это внимание. Я выезжала сама на Совет депутатов, на котором 19 мая сначала депутаты городского поселения Загорянский оценили работу администрации как неудовлетворительно. Мне было очень важно посмотреть, может быть, ну, знаете, как ситуация, ведь по-разному, но когда руководители администрации, жители, депутаты говорят, вы знаете, вот здесь вы делаете неправильно. Нет, я делаю правильно, это вы все неправы. В этом случае, когда я работала на любой работе, я говорила, уважаемый, не работа тебя выбрала, а ты эту работу. Поэтому будь добр, либо качественно выполняй свои должностные обязанности, либо уходи. ты здесь не эксклюзив на этой работе, независимо от своей партийной принадлежности. К сожалению, ну, членство в той или иной партии, это не значит, что нет каких-то определенных нарушений. Поэтому я считаю, что было принято правильное решение отстранения должности и сейчас депутаты в едином порыве, даже независимо от партийной принадлежности. Кстати говоря, не все там члены партии Единой России. Они все считают, что руководители администрации должны уйти со своего поста и отстраняют, и по суду ее будут отстранять. Почему? Потому что, вы представляете, вот, собственно говоря, вот исполнительная власть, представительная власть, но когда руководитель администрации городского поселения Загорянский депутатам исполнение бюджета просто и для информации присылает, ну, это что такое? Это прямое нарушение и устава, и закона бюджетного кодекса. Я благодарен то, что у нас вот, несмотря на, вот, я до этого говорил же, о том, что бывает так, что мы с Надеждой Владимировной не находим, как бы, общих подходов к решению одной или другой проблемы. Спорим, дискутируем, но потом, в конце концов, миримся и понимаем, как правильно идти. А если человек... Слышим друг друга, слышим. Слушаем и слышим друг друга. А этот человек не слышит никого вокруг, зачем он нужен? Человек, это руководитель, это в первую очередь, должен выполнять посылы, которые идут от общества. Проблемы, которые зарождаются в обществе, проблемы в хозяйстве, которые зарождаются от городского поселения, в экономике, в финансах. А тут самодорство какое-то во всем. Я не знаю, это была моя большая ошибка, просто тогда я глубоко кадры не изучил, и считаю, что вот эту ошибку мы пошли по правильному пути и исправим. Думаю, что впредь мы будем предусмотрительны, когда будем изначать настолько высокие должности наших коллег по партии. Ну, а таких коллег, конечно же, будем исключать, потому что им не место в партии. Алексей Васильевич, ну, во-первых, там, конечно, кандидатура местная была, она поддерживалась депутатами, правильно? И человек, партийный человек, который не подчиняется партийной дисциплине, это тоже неправильно. А потом, вы поймите, но у нас есть прецеденты, когда совет депутатов городского поселения Монина не давал стабильно работать этому поселению, просто не принимали бюджет и не давали поселению работать, был распущен и переизбранен. То, извините, члены фракции Единой России пришли и написали заявление с просьбой исключить их с совета депутатов только для того, чтобы этот совет депутатов переизбрался, потому что невозможно было так работать. Они пошли на осознанный поступок, пройдя потом через горнило выборов еще раз. Понимаете, они очень переживали, они говорят, как люди, поймут нас люди или нет. И люди поняли, потому что сейчас там делается, ну я не знаю, в сотни раз больше, чем делалось до этого. В сотни раз больше делается. Потому что ты приходишь во власть, будь добр, решай те вопросы, которые должны решаться для людей прежде всего, а не для своих собственных амбиций, их удовлетворения. Спасибо. У меня еще есть вопрос один, который мне бы очень хотелось задать. Он тоже продиктован недавней встречей на Дальнем Воронке с жителями. Дальний Воронок, это территория, застроенная в основном домами ветхого, старого фонда, и о перспективах расселения их и перспективах расселения казармы уже опять-таки упомянутые сегодня. Хотелось бы тоже вас спросить, потому что я знаю, что есть список даже адресов конкретных, кто в этом году будет переселен и какие семьи смогут справить Новый год, елочку нарядить в новых квартирах. Можно попросить вас, уважаемые гости, об этом рассказать? Потому что во встрече не так много народу приняли участие, а, наверное, послушать, ситуация по первому советскому периоду в 19-м была, конечно, очень тяжелая, вы знаете, там ветхая казарма. И благодаря губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву возошел застройщик, ПИК, который строит на Краснознаменской дом, где будет выделена всем квартира благоустроенной. Также на данный момент на Гагаринском строится, построен дом, в котором будет расселен Мичурина 29, в аварийное жилье, целый аварийный дом, ну и так далее. Можно перечислять бесконечно, что мы в этом плане делаем, но самая больная проблема у нас, я так понимаю, самая больная проблема, это, конечно же, вот все-таки Дальний Воронок. Это вот мы уже в течение года топчемся на месте, потому что правительство Московской области, глава архитектуры, Минстрой выверяют практически до малейших нюансов будущая перспектива этого микрорайона, чтобы там была, естественно, и застройка, и были социальные объекты, и соответствующим образом было расселение практически всех островнуждающихся. То есть там сейчас идет выверка, выверка, так называемая предварительная работа на Международной комиссии, потом мы выносим наградоставительный совет в концепцию, после того, как будет концептуально там подтверждено развитие Дальнего Воронка, то, соответственно, и начнется работа. Нам хотелось бы, конечно, чтобы она шла быстрее, но вот не хотелось бы, чтобы мы на своем микроуровне допустили какие-то ошибки, чтобы потом они не влияли на благоприятный климат в этом микрорайоне. Думаю, что это скоро тоже произойдет, и в микрорайоне Дальнего Воронка начнется с светло-аварийного жилья. Спасибо. Еще вопрос, который, ну, он, к сожалению, всегда оказывается где-то в конце, но мне бы не хотелось, чтобы он у нас был забыт сегодня. Вопросы экологии на контроле вашем остаются всегда и вот вы на днях занимались проблемой внезапно образовавшейся очередной свалки на территории родоуправления. Вы выезжали, выясняли причину, на что вам пожаловались жители Дальнего Воронка запаха от КНС, тамошняя КНС Соколовская. Что можно в этой сфере, в сфере экологии, отметить положительно, позитивно? Позитивно то, что депутаты от партии Единой России да от других партий тоже очень внимательно к этим вопросам относятся. Соответственно, они выехали туда, составили свое независимое мнение о том, что там происходит. У нас был непростой разговор. Пришли к пониманию о том, что ситуацию надо, конечно же, изменить, взять ее под контроль. Мы просто на данный момент не знаем, какое количество фильтрата просочилось в эту воду, но тем не менее понимаем, что необходимо это озеро, так называемое, из фильтрата, рекультивировать, засыпать. Единственное, вот депутаты, они как контролируют, так и будут контролировать, для того, чтобы грунты, которые заводят, были экологически чистыми. А вот в плане того, что там засыпать, надо засыпать, рекультивировать, так сказать, это болото. Потому что ситуация действительно вышла из-за контроля, потому что некоторые, будем говорить, хомовитые предприниматели решили, что этот естественным образом образованный карьер, искусственным образом образованный карьер, из-за того, что там доломитовые раньше забывали породу, решили использовать в своих корыстных целях. Поэтому совместно провели меня, вздули депутаты, в том числе и глава. Я, соответственно, принял решательные меры для того, чтобы предотвратить дальнейшую излокацию как бы вот этого конфликта по тем компаниям, которые выбрасывают туда не те грунты, которые нам хотелось бы для засыпки этого карьера доломитового. Ну, честно скажу, что в какое-то время ситуация была упущена ввиду того, что контроль был недостаточный. Недостаточный. Я беру вину на себя и перед депутатом сказал виноват. Потому что все-таки мои службы должны были работать более эффективно. Думаю, что мы эту ситуацию управляем и русло выведем. Поэтому я благодарен и Надежде Владимировне, и партии на России, которая подняла этот вопрос. Меня как члену партии вздули. И это правильно. Мы не должны друг другу недостатки скрывать, а говорить в глаза и заставлять устранять эти недостатки. Поэтому идем по этому пути. Нам нечего бояться друг друга. если мы друг другу будем смотреть в глаза и делать все правильно и признавать ошибки, которые допустили в работе. То ситуация в конце концов изменится в лучшую сторону, а не в худшую. Ирина, как пример, ты просто, ты знаешь, мы действительно депутаты, действительно, не только от одной нашей партии, там были разных партий, депутаты, они обнаружили вот такую вот несанкционированную свалку мусора, провели определенное такое расследование даже материалами, да, там видео, фотоматериалы, чтобы была определенная фактура. Но самое интересное, что пока мы пришли и начали пошагово заниматься тем, чтобы это ликвидировать, чтобы не было дальше свалки мусора, чтобы проработать с правоохранительными органами, заручиться их поддержкой, потому что они тоже поддерживают нас в рамках того, что не должно быть несанкционированных свалок. В это время у нас в средствах массовой информации появляется, что это, оказывается, Единая Россия делает, деньги себе на выборы зарабатывает. Вы понимаете, ну просто кто-то работает, кто-то на этом делает политический пиар. Не будучи там, понимаете, не фотографируя, не разбираясь в ситуации, главное, главное выбросить в сеть. Ну а как пример вот того, как работаем, действительно, мы в прошлом году проехали, в этом году проехали, в прошлом году мы все поселения проехали и посмотрели, насколько сложна проблема с борщевиком. Я пришла к Алексеевичу, я говорю, Владимир, что у меня про борщевик? Да он во всей Московской области. Я говорю, я за всю Московскую область, Алексей Васильевич, не отвечаю. У нас есть с вами Щелковский район. В этом году мы со всеми поселениями, Алексей Васильевич, всем главам, все получили средства на Аграхиме, наш, да, Салис Добаевич. На России член полисовета он дал. Член полисовета, да. Выдел бесплатно реагент, обработали многие. Да, и теперь еженедельно мы заслушаем отчет борьбы с борщевиком, потому что в леса кто из глав поселений сколько его покосил? Нет, а вы знаете, там не косят, они обрабатывают, соответственно, потом выкашивают, и, соответственно, все идет на облик. У нас эта проблема много лет она была. Но дело в том, что сейчас, я же тоже, понимаете, мы же потом проезжаем, я потом вижу, что, ага, пожелтевшие, значит, обработали реагентом, ага, покосили, и дальше, и дальше, и самое интересное, мы работаем, наши некоторые депутаты, а давайте, а давайте программу разработаем, как программа, мы уже работаем, мы уже реально делаем, пока вы говорите. Бутылку этого реагента и опрыскиваешь, да, и только рано. Поэтому надо всегда анализировать, кто работает, а кто на этом делает только первым. Главное, что мы не смотрим друг другу в рот. А если есть недостатки, то, соответственно, вступаем в дискуссию. И в этой дискуссии прав тот, кто, в конце концов, предложит вариант, удобный и комфортный для всех. Потом совместно его отставим. Несмотря на то, что вроде как представительная власть, исполнительная власть, но мы не живем в комфортном режиме друг с другом. Мы постоянно находимся в режиме диалога. Постоянно находимся в режиме созидания спора. Как правильно сделать? Депутат видит по-своему, по-своему. Разговариваем, приходим к тому результат, который полезен для всех. Это самое главное в работе. Не надо смотреть друг другу в рот. Не надо соглашаться со всем друг с другом. Надо просто пахать. Мы с вами, уважаемые гости, в режиме диалога уже полтора часа ровно. Ира, вот я хочу привести пример тебе. Сегодня мы Совет депутатов 16 вопросов рассматривали исполнение бюджета, проанализировали за первый квартал, где у нас провалились, какие позиции подоходной части. И в решении мы написали не только заслушали и приняли исполнение, но и Алексея Васильевича, обратите внимание на эту структуру и на эту структуру, которые по доходам провалили нам бюджет. Вот и все. Вот это работа называется. А если сложно, давайте мы выйдем посмотрим. Может быть, что-то сможем помочь. Если Алексей Васильевич не обратит, вы его не в коем случае. Мы будем работать, потому что... Это все правильно. Спрос должен быть. На то она и представительная власть, чтобы заслушивать и спрашивать с исполнительной. Тандем не в том, чтобы друг другу в рот смотреть. И не в том, чтобы ругаться. Так, чтобы ничего не двигалось. Совершенно верно. Чтобы, извините, по разным сторон баррикад стать. У нас нет баррикад. Вот мы, это, я считаю, слуги народа. Вот настоящие слуги народа. И мы должны быть слугами народа. Не в узком понимании, а в широком. Я всегда говорю, да, ко мне любой подойди, если какая-то есть проблема. Мы всегда найдем пути решения. Не сразу. Не сразу. Ну найдем. Ну надо, пойду в Совет депутатов. Поговорим, как правильно сделать здесь проблема-то глобальная. И распространяется на всех, вот как в управляющем компании. Вы знаете, сколько мы копии поломали друг от друга, пока все-таки нашли взаимопонимание о том, что эта работа необходима для того, чтобы ресурсники получали в конце концов свои деньги. Чтобы навсегда мы забыли, что такое вдруг внезапное отключение горячей воды в нетопительного периода. Ну и зачем? Зачем издеваться над людьми? Пусть лучше мы поиздеваемся друг на друга. Пусть лучше мы друг другу скажем то, что думаем друг о друге. Чтобы был результат положительный. Это обороты речи. Это обороты речи. Ухажаемые услуги народа. Вы хотите нас выгнать уже из аудитории? Ага, хочу. Я, конечно, не хочу, но придется. Мы же тут с вами не одни сидим. Тут куча народа еще обеспечивает то, чтобы мы с вами тут разговаривали и отвечали на вопросы зрителей. А сейчас попробую закончить темой, совершенно, наверное, бесперспективной. к управляющим компаниям? Не относящиеся вообще к работе. Вот напомнить вам, уважаемые слуги народа, что на дворе все-таки лето. И я сегодня в начале эфира уже сказала, что мы завершаем этот телевизионный сезон и на некоторое время программ «Диалог» и ряд других программ «Щелковского телевидения» уходят на каникулы. Но вы-то на каникулы, конечно, не уходите, но все-таки расскажите хоть как отдыхаете. Алексей Васильевич вчера показал, как отдыхает. Он вчера купался вечером, я знаю. Все видели. Надежда Владимировна, давайте... Я не купался, я призывал к здоровому образу жизни. Как вы призываете к здоровому образу жизни? Я вам еще одну тайну расскажу большую. Вчера до того, как Алексей Васильевич призывался к здоровому образу жизни, у нас с утра была комиссия тезиционная, которая проводит экзамены муниципальных служащих. Один из вопросов у одного из муниципальных служащих состоял в том, какой отпуск? Все рассказывает он у нас, основной выпуск 30 дней, что можно еще 15 дней заработать, дополнить 15 дополнительного. Алексей Васильевич просто передернул. Он говорит, какие 30, какие 15, вообще 5 дней. Все муниципальные служащие чуть не упали. Понимаете, он говорит, я поняла, что человек просто по определению отдыхать не может, не умеет. Кроме как поплавать в озере и призывать к здоровому образу жизни. На самом деле, мне традиционно, я отдыхаю со своей семьей, стараюсь выбрать какое-то время. Мы в основном отдыхаем у нас на территории России. Очень нам нравится Кисловодск, мы ездим туда. А вообще отдых – это те часы, минуты, которые удается побыть со своей семьей, со своими любимыми, близкими. Это самый лучший отдых. Когда ты даришь свое время своим родителям, которые, слава богу, живы. Когда ты общаешься со своими детьми, с внуками. Я не знаю, Алексей Васильевич, для меня вот это вот отдых. Вы абсолютно правы, Надежда Владимировна. Я только хочу попросить наших мужчин, наших мужиков. Мужики, мы должны вкалывать день и ночь. Ну, понятно, я вот все время-то говорю. Я спросил, как они отдыхают. Ну, пойми, если мы не будем вкалывать, то наши матери, наши жены, наши дети, они никогда не смогут отдыхать. Так, как они должны отдыхать. Это самое трепетное, что у нас есть у мужиков. Это жены, я еще раз говорю, матери, наши дети, внуки и так далее. Ну, вот ради них и надо вкалывать. А сколько Господь отвел этой жизни, наступит время, заберет и к себе оттащит. А меня воспитали с пониманием того, что мужиков надо беречь, а они вон сами что-то... Кстати, Ира, вот вчера мне удалось, я вчера выехала в театр в Москву. И тоже так вот интересно. Спектакль прошел, потом вышли с подругами, посмотрела, думаю, как у нас город преобразился. Такие световые инсталляции, красивые инсталляции в Москве. Вот где-то вот этот час-два-три вечером, и вы знаете, прям вот заряд энергии от того, как преображается, вот как преображается Москва, Подмосковье. Это тоже, между прочим, очень дорого стоит. Еду мимо Суворовских прудов, смотрю, думаю, хорошее место отдыха. Выходим с Валки смотреть по очереди, то Алексей Васильевич, потом следом я с фотоаппаратом. Опять ему говорю, вот посмотри, мне кажется, тебе не ту сторону показали этого карьера. А сама потом прошла дальше, посмотрела, думаю, какие здесь замечательные карьеры. Вспомнила проект на инвестчасик, который нам предоставляли, да, для того, чтобы там зону отдыха открыть. Здесь нет такого, чтобы был только отдых. Идешь по тому же самому Кисловодскому, я иду, думаю, так, надо статографировать эту малую форму. Привести, показать, какие можно лавочки сделать. И вот эти вот, ну вот как-то так, понимаете? Об отдыхе, с нами говорим, бесполезно. Равнодушным быть нельзя, Надя Владимировна. А вот то, что вы в соцсетях выкладываете, слава богу, они сейчас развиты очень не сильно. И вы, опять-таки, слава богу, и вам тоже большое спасибо за то, что вы их активно используете. Вот то, что вы выкладываете там не только рабочие моменты, но еще и что-то личное. Это вы себе, что ли, такие напоминалки там ставите, чтобы не забыть, что вот я там когда-то отдыхала, я там когда-то была в театре, я там когда-то плавала в озере, пропагандировала здоровый образ жизни. Это для чего вам нужно? Я не знаю, Надежда Владимировна, может, она первой начнет, а я как бы дополню. А, давайте вы первой. Не-не-не-не. Женщин вперед. Ну давайте, хорошо. Я, конечно, могу, но... Вы знаете, вот, Ирин, честно говоря... Опять соскочил. Нет, ну подожди. Мне, честно говоря, иногда, когда ты видишь, что ты очень красивый, вот я говорю, мы ехали, просто ехали, мы не отдыхали, просто ехали с мужем. Я поворачиваюсь и вижу золотое поле, просто золотое. Я говорю, остановлю машину, говорю, что случилось? Я говорю, давай остановимся, вот сюда вот подойдем. Сфотографировала сначала Полин, говорю, ну а я тебя давай, давай. Потом я говорю, слушай, у нас этой, как у вас там эти селфи-палки нет с собой? Я говорю, у тебя руки подлиннее, давай сделай селфи, как говорит Владюша. И я посмотрела на эту фотографию, думаю, ну почему не поделиться с людьми, как красиво вокруг? Или когда в Кисловодске выпал снег в апреле месяце, и мы идем с ним гуляем, и я вижу заснеженную тропинку, вот эту дорожку, и следы, которые не растаянят ничего. Я понимаю, что люди здесь вот шли, но их нет. Это же очень красиво, хочется просто поделиться вот такой красотой с окружающими. Вот мне кажется, вот хочется поделиться позитивом, Алексей Васильевич. Мне кажется, вот и в дополнение к вашим словам, что все-таки мы еще с Надеждой Владимировной обладаем определенной степенью открытости, нам нечего скрывать. Как мы работаем, как мы живем, как мы отдыхаем, когда можем, в том числе и плаваем. Поэтому, ну, поймите, это же наша жизнь. И скрывать от людей, которые думают, что мы сидим в кабинете, только занимаемся тем, что подписываем какие-то бумаги там и устраиваем совещание, это неправильно. Мы очень много делаем практических выездов, практических выходов на и проблемные места, и на перспективные места, или то, что делаем, то, что строим. Совет депутатов вышел проконтролировано, пусть люди видят, что мы дурака-то не валяем. Мы их любим, наших людей, мы живем ради людей. Ну, и поддерживаем немножко свою спортивную форму для того, чтобы жить и любить немножко эффективнее. Да, вот поэтому показываем то, что гармония там природы, гармония людей, гармония нас всех, она гражданское общество в любом случае должна быть. Как бы нас ни разделяли, ни пытались порубить. Ира, на самом деле, понимаешь, вот с одной стороны, конечно, это Инстаграм и так далее, сети, они так немножечко и затягивают, и в то же время не понимают. А с другой стороны, надо понимать, что все мы люди одинаковые, с той же самой душой, в которой так же болит сердце, за то, что больно твоим близким, правда? Точно так же мы радуемся тому, что встает солнце красивое вокруг места. Тот же так же мы переживаем за то, что у нас не получается. И мы как-то немножко пытаемся вот это тоже донести, что мы такие же обычные люди, которые живут обычной жизнью, но просто немножко в другом режиме и с немножко другой ответственностью за то, что мы делаем. Мне кажется, так, да, Алексей? И с другой нагрузкой, конечно. Ну да, конечно. Режим, я сказала, режим. Потому что вот если выбрал такую профессию, да, быть во власти, то еще раз говорю, тот чиновник достойного уважения, который все-таки является слугой народа. Вот я был в армии, слава богу, там 31 год, я каждого солдатика, каждого офицера, там, единичку техники свою берег, не дай бог там что-то вот право-влево, лично сразу вникал, влезал для того, чтобы не допустить фосмажора. И здесь мы также должны жить, с такой же высокой степенью ответственности, ну, иногда показываем, что мы тоже люди, мы тоже люди. Алексей, улыбаюсь, сегодня с молодежью встречалась, и потом, ну, это наша молодая гвардия, там, идет девочка, я думаю, ну, так зрительно-то я ее где-то видела, идет, она говорит, Надежда Владимировна, а вот когда я там 12-й школы, я у вас была ученицей, я на вас посмотрела, и теперь видите, как я активно занимаюсь общественной работой. И мне стало тепло. Класс. Понимаете, и мне стало тепло, на душе тепло, не от солнца, которое пекло, а не потому что круглый стол, устроили посреди футбольного поля. 45 минут, говорит, может, вам зонтик дать, я говорю, не надо мне зонтики, так буду сидеть. Когда Алексей Васильевич говорит об армии, а вы о школе, я вас перебивать не могу, у меня просто язык не поворачивается на такую смелость, но тем не менее, вот час сорок две, ну, вы зачем сказали, что мы два часа будем работать, не будем мы два часа работать, будем меньше работать. Сегодня мы и так с вами, уважаемые гости, сегодня рекорд побили, уже час сорок две, вот мы тут с вами в эфире. И просто надо чаще встречаться. Вот почему мы с вами раз в полгода встречаемся? Давайте чаще, давайте пообещайте зрителям, что будьте хотя бы раз в квартал, приходите в студию программ «Диалог». Ну, будем вот мы завершать на сегодня. Уж извините. Ирина, но я хотела бы, знаешь, что сказать еще зрителям? Что мы достаточно часто пытаемся встречаться с населением, кроме того, что выходим во двор, и кроме этого мы проводим встречи. И сейчас у нас запланирована целая череда встреч по городскому поселению Щелка, потому что мы проехали все поселения, да, Алексей Васильевич? И сейчас у нас городское поселение Щелково, это Чкаловское, это Щелково-7, и мы приглашаем, что кто не посмотрит программу «Диалог» или здесь нас не увидит в течение полугода, можно приходить на эти встречи, задавать вопросы. Все равно приходите. Мы абсолютно открыты, абсолютно. И если мы виноваты в чем-то, мы, конечно же, будем исправлять ошибки. У нас как бы это кредо. Житель всегда прав. Первый принцип губернатора. Даже если он не прав, ты не можешь ему сказать, что он не прав. Ты просто должен подумать, как сделать так, чтобы он был доволен своей жизнью и окружающей средой, где он проживает. Спасибо. Те жители и телезрители наши, которые позвонили сегодня и задавали вопрос. Если вопрос, как я уже говорила, не попал в эфир, все записано, и ответ вы, если вы оставили свои контактные данные, обязательно получите. А на этом мы все-таки будем завершать. Как бы не стремилась Надежда Владимировна все-таки вести наш эфир до двух часов. Нет, мы все-таки попробуем закончить раньше. Я благодарю Надежду Владимировну Суровцеву, Алексею Васильевичу Ивалову за то, что пришли к нам сегодня, приняли участие в нашей завершающей телесезон на Щелковском телевидении программы «Диалог». Но обязательно программа «Диалог» продолжит свою работу в новом сезоне, осенью, а может быть и раньше, если повезет. Спасибо, приятного вечера всем. Спасибо. Хорошего всем лета, всего доброго, оставайтесь на Щелковском. Чтобы лето было летом, теплым летом. Этого мы всем и пожелаем. Хорошего лета. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»